Хочу поговорить с вами о крещении и заключении Завета с Богом. Важность этого вопроса я нахожу в двух библейских историях. Первая из них записана во второй главе Деяния апостолов. Петр отвечал, «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Как мы видим из этих слов, крещение играет неотъемлемую роль в прощении наших грехов и получении дара Святого Духа. Следующая история записана в 16 главе этой же книги. Он вывел их наружу и спросил, «Господа мои, что мне делать, чтобы быть спасенным? Веруя в Господа Иисуса, — ответили они, — и ты будешь спасен, и твои домашние». И они возвестили слово Господа Ему и Его домашним. В той же ночной час темничный страж промыл им раны и сразу же был крещен. Он Сам и все домашние Его. Тут уже речь идет о нашем спасении. И, как вы видите, крещение тоже играет тут важное значение. Означает ли это, что крещение совершает какое-то магическое действие на верующего человека? Нет, конечно. Но оно имеет очень важное и символическое значение. Апостол Павел сравнивает крещение со смертью и воскресением. Вот, послушайте. «Вы были погремены вместе с Ним в крещении и воскрешены вместе с Ним верой в силу Божью, поднявшую Христа из мертвых». Это очень красивая иллюстрация, которая говорит о том, что в обряде крещения мы умираем для жизни без Христа и рождаемся для новой жизни со Христом. Но я хотел бы использовать немного другую иллюстрацию, а именно бракосочетание. Очень часто в современном мире можно услышать такое высказывание со стороны парня или, может быть, и девушки. «Печать в паспорте – это всего лишь формальность. Ты и так знаешь, что я тебя люблю». Вроде так оно и есть. С появлением печати в паспорте любви больше не становится. Но все же. После официального бракосочетания много чего меняется в жизни этих двух молодых людей. Во-первых, меняется статус. Теперь вы уже семейные люди. Во-вторых, чаще всего меняется фамилия у девушки. И это говорит о ее принадлежности. В-третьих, теперь вы несете юридическую ответственность друг перед другом. В-четвертых, у вас становится больше ответственности друг за друга, но и льготы вы получаете. И последние дети, которые у вас родятся, будут законно рожденными. Если перенести эту иллюстрацию на наш завет с Богом через крещение, то тут все как с печатью. Именно после крещения мы официально меняем нашу фамилию. Только теперь мы христиане. И так как на небе есть книга нашей с вами жизни, где все записывается, а также есть книга жизни, то лично я считаю, что имена людей записываются в книгу жизни именно тогда, когда они заключают завет с Богом. Да, крещение возлагает на нас определенную ответственность перед Богом. Но Бог берет на себя несоразмерно большую ответственность за нас, когда мы заключаем с Ним завет. Ну и в конце концов, бракосочетание – это праздник любви между парнем и девушкой. Точно так же и крещение – это явные свидетельства о нашей любви к Богу. Если вы в завете с Богом, храните этот завет. Если вы еще не решились, не думайте слишком долго. Представьте, как бы это выглядело, если бы парень годами дружил с девушкой, но предложение выйти замуж так и не делал. Или же наоборот, парень годами делает девушке предложение выйти замуж, а она все время говорит ему о том, что ей нужно еще подумать. В книге Откровений Иисус говорит Так давайте же впустим Христа в нашу жизнь, заключив с Ним завет. К водами Юрдана Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok